Звезды мировой величины раскрыли секреты музыкального искусства для студентов колледжа имени Эдисона Денисова. Мастер-классы прошли в рамках образовательной программы «Молодым талантом России». И Томск площадкой для такого масштабного проекта стал впервые. Роза Аропетян подробнее. Пианистка Майя Труфанова играет тему «Меркуцию» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». Жизнерадостный мотив переплетен с лирикой. Это одна из сложностей произведения. И как достичь гармонии, советует известный музыкант Виктор Емпольский. Там нужно брать немного больше педали, чтобы все гаммы, которые там есть, сливались в единую гармонию. И это лучше выражало характер героя, и исполнение звучало лучше. Майя стала участницей проекта «Молодым талантом России». Как и она, уже тысячи юных дарований страны получили с первых рук важные профессиональные рекомендации от музыкантов трио имени Рахманинова. С таким мастер-классами ансамбль гастролирует по стране восемь лет. Наравне с метрами русской классической школы выступают и зарубежные музыканты. Я прослушал трех юных музыкантов. Двое из них еще совсем молодые, но очень талантливые. Очень здорово, что есть у них такой большой интерес. Тонкости итальянского музыкального искусства Серджио Дель Мастро преподавал в других российских городах. Но в Томск приехал впервые. География образовательного проекта расширяется во многом благодаря поддержке ПАО «Газпром». Спонсоры и организаторы ставят перед собой глобальные цели – сохранить культурные ценности и повысить уровень музыкального образования по всей стране. В начале проект был только по высшим учебным заведениям. В этом году мы посетили три колледжа. Это было в Казани, в Самаре, в Томске. Замечательный колледж. Мы очень с большим удовольствием познакомились со студентами, вчера позанимались. Очень хорошее впечатление. Я лично приятно удивлена, потому что такого количества людей со смыслным взглядом мы не встречали ни в одном городе России. Известные произведения мировых классиков Бетховена, Россини, Панкелли, Томичи слушали в стенах колледжа имени Денисова. Концерт завершал проект в нашей области в этом году. Но общение между музыкантами будет продолжено. Возможно, кто-нибудь из томских студентов получит путевку на стажировку в Италию к Серджио Дель Мастро. Роза Иропетян, Евгений Лосинок, Вести Томск.